Ну, капец, конечно, он летает круто. Просто. Ребята, всем привет. Это новый выпуск с реки Харловка Кольского полуострова, в котором мы вам покажем и расскажем, как ловить вот такую замечательную семгу. Вчера мы поймали небольшого лососа, сегодня мы поймем большого. Чувствение, руки трясутся до сих пор вот так. На хуй, это не только ловля рыбы, но еще и скалолазание. Вот где такое еще найдешь, а? Вкуснее не ел. Я не знаю, что это килограмм, но тянется тяжело. Ох, красиво. Блин, огромная, смотри, какая. Наконец-то. Всем доброе утро. В общем, летим с ночевкой на речку. Будем жить в палатках. Поехали. 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 Ну, капец, конечно, он летает круто, просто. И медведя видели, такая громадина, невероятно. Ну что, куда мы приехали, какая вообще цель? Цель поймать большую рыбу, а это место называется Dream. Здесь всегда есть крупная рыба. У нас идет по возрастанию. Вчера мы поймали небольшого лососа, сегодня мы поймем большого. Владимир Владимирович, большое спасибо за приглашение, за гостеприимство. За возможность попасть в такое уникальное место. Хочется узнать, как это вообще все произошло, то есть историю этого места. Откуда появился вот этот дом, в котором мы сейчас сидим? Ну, для меня все началось в 2009 году, когда впервые сюда приехал. Может быть, кто-то помнит, в 2008 году был фигментный кризис. Тогдашний оператор, владелец этого дома, оператор Питер Пауэр, резко сбросил цены на 50%. Мотивом именно приобрести для меня была именно охрана семьи. У нас есть правило, которое мы называем Конституцией, по которым запрещена ловля спиннинга. Чем меньше мы делаем забросов, тем больше вероятность, что рыба не испугается и клюнет. Потому как лишними холостыми забросами и неправильными мы ее пугаем. И в конечной фазе заброс удочка вниз для того, чтобы не сдувало ее ветром. Отлично! Шикарный заброс! Мушка, на которой у нас вчера было много поклевок и реализовано две. Еще добавляй метр. Не добавил. Не стесняйся. О, есть, есть, есть. Вас снимай. На подтяжку. Как раз олень. Так-так-так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сматывай. Сматывай. Держи. В натяжке. Пускай погуляет. Тут амию немного. Далеко не отпускай. Ну и леску в тюльпан тоже не втягивай. До лески буквально сматывай все. Да, держи 45 градусов удочку. Все, стой. И около подсака просто ее поднимаешь. Давай немного ко мне. Есть. Ну что, я поздравляю тебя, Александр. Отличный заброд. Немного крупнее. Мы идем по возрастающей. Красивая рыба. Белая. Только зашедшая с моря. По советски уже? Да. Красота. Ну что, ощущения клевые. Но хочется, конечно, перстни поймать. Хотя бы. Хотя бы перстни. Для любого рыбака поймать крупную рыбу, особенно Атлантического лосося, благородного семгу, это достижение. Это пунктик. Это метка. Для того, чтобы у человека осталась память о достигнутом успехе, мы создали, ну не создали, учредили вот такое кольцо. Оно все бебренное, с золотом, разработанное знаменитым питерским ювелиром Андреем Анановым. И вручается рыбаку, которому удалось поймать рыбу весом более 16 килограмм. Я так понимаю, на нем написано 35 плюс, это фунтов, да? Да. 35 фунтов. Если будет 34 с половиной. И 7? Нет. 35,1? Да. Примерно двух десятков уже выдано. То есть это пойма на рыбу больше 16 килограмм. А ситуации, когда были пойманы там 33,8, там 34,1, их много. Но гиды тут непоколебили. Кто же придумал эту традицию? Владелец компании Владимира Владимировича Бальченко. То есть воплощение в жизнь это все его. В общем, это произведение искусства и в том числе грамотный маркетинговый ход, потому что я хочу иметь все три кольца. Ну что, друг, мы не повредили рыбу. Ты в перчатках. Я думаю, что ты можешь отпустить рыбу в свою стихию. За хвост прямо? Да, да, да. То есть немного и вытаскиваешь сюда. Какая мощная. Пошла. Ну что, с почином. Речка Лица нас порадовала. Реализовали поклевочку. Это самое главное. Что, погнали дальше? Да, погнали. Перевязываю мушку для того, чтобы не рисковать нам потертой леской или какие-то еще нюансы. Ну хочется вот вчерашнюю вот эту десяточку. Лучше немножко заранее начать, чтобы привыкнуть. Раскидаться. Раскидаться. Да, именно. Раскидаться. Вспомнить. Семга очень уязвимый и, на самом деле, исчезающий вид. Скажем, такие страны Шотландия, Норвегия, они почти без семги. Дикое стадо семги наиболее сохранилось в России. А почему именно нахлость? Ловля нахлость там самая гуманная, если ты собираешься рыбу отпустить. У тебя маленькие крючки, как правило, это либо динамик, либо двойник. У нас запрещено, используют тройники. В принципе, я считаю, очень интересная рыбалка, но, скажем, для окуня с глубины или судака. Но для лососёвых и, скажем, для тропической рыбалки это только нахлость. Вот можно и так поразвлекаться, поймать кумжу. Почти не повредил. Ощущение, разница невероятная, как будто ловишь руками. Ну, надеюсь, вы это уже почувствовали. Почувствовал, да. Мне пришлось проходить обучение, брать гида и уроки, да. И, честно говоря, до сих пор не получается идеально закинуть. Дети мне сказали, что надо всю жизнь учиться. Ну, это точно. Вы учиться будете всю жизнь. Вот, казалось бы, почему нельзя разжечь костёр, а? Мы же на реке, в тундре. Я объясню, почему. Всё должно быть естественно. Вмешательство в природу, оно недопустимо. Здесь девственная природа такой, пусть она и остаётся. Хорошо. Вот я видел, многие курят. А бычки куда кидаете? А бычки кидаем. Все имеют курящие пепельницы. То есть такую штуку можно выкинуть бычей. Круто. Так, в общем, у нас тут борщик, чесночок, лучок. Гроза надвигается. Но у нас очень хорошее снаряжение, поэтому задраиваем люки. На Кольском здесь погода меняется каждые пять минут. Сальцо, помидорчики. Самый вкусный обед это, который в полевых условиях. О, ой, благодарю. Всем приятного аппетита. Походу дело медведь тут перовал. Позвоночник оленя, череп с зубами. Давно дело было, но раскидано, видите, как сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нахуй, это не только ловля рыбы, но еще и скалолазание. Вот где такое еще найдешь, а? Разве спиннингисты так лазят? Нет, только на холостовике. В общем, надо пройти еще примерно 2,5 километра. Невероятно красивая дорога. Впервые, честно говоря, испытываю такие ощущения именно на рыбалке. Вроде и физуха, и спорт, и скалолазание. Теперь я понимаю людей, которые постоянно возвращаются в это место. Я даже не знаю, как вам это описать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас очень высокие цены для рыбалки, вы знаете. Это не от жадности. Это потому что все заводится вертолетом. Чай, конфеты, вилки, ложки. Конечно, персонал. Рыбаки. Да, клиенты. Каждый день гостобраются. Это очень дорого. А другого способа нет сюда попасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не бесплатная рыбалка. Она не может быть бесплатной, потому что эти реки требуют дорогой охраны и дорогого управления. Плюс у нас территория, регламентированное посещение иностранными гражданами. Мы должны заранее согласовывать с компетентными органами приезд каждого иностранца. Если они не ответили, это означает, мы не можем везти. Что странно. Вообще везде, если не ответили, это означает да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С комарами тут полный порядок. Да это еще их нету. Да? Мне кажется, они мимо маркетку пытаются снять. Наш дом наближается. Два дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ваше жилье. Красота. Тепло. Тепло, хорошо. А откуда здесь так тепло-то? Топится что ли она? Нет. Солнце. Серьезно? Да. Офигенно тепло. Ну что, пошли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что? вот пришел вечер и нас порадовал поклевки она меня идет вот она да-да-да чистоты крупные вот она вверх это куда-то наша задача вывести рыбу на спокойную воду а спокойно это где давай приземляем очень серьезная рыба ну то есть я не знаю сколько килограмм но тянется тяжело сейчас пусть встанет ох красиво вот это здорово обалдеть огромная царь какая вообще вот эта пушечка рыба ел тюлень она пришла а как ты понял что это уже работа тюленя видишь она огромная наконец-то поздравляю от сучу игорь ты красава вечер нас не подвел так надо фотографии сделать обалдеть какой монстр просто реально тюлень на пол сколько это килограмм десятка есть офигеть перчаточки чтобы рыбу не обжечь по традиции уже можно сказать аж руки трясутся к без так уж она такая раненая ничто ничего живет до свадьбы сколько 87 87 87 сантиметров почти метр огромный ваще 27 с подсаком 11 килограмм 11 килограмм десятка есть ну чё где мой перстень до перстня не хватило 6 килограмм 12 килограмм ну что красавица желаю тебе прожить еще лет 20 все 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 fer ох пошла блин это было невероятно круто спасибо спасибо офигительно ребят я вам просто отвечаю что когда ты пускаешь рыбу это ощущение десятки раз круче чем когда ты и забираешь домой вот реально просто что ты она попула дальше вот так непередаваемые ощущения. Вот не знаю, как я даже не могу это описать, вот как-то легко аж становится, вот как-то хорошо на душе. Поэтому старайтесь отпускать рыбу, не всю забирайте домой, а хоть попробуйте, отпустите, испытайте эти эмоции. Реально, первый раз такую крупную рыбу отпустил. Cash and release. Да, это очень круто вообще. Ощущения, руки трясутся до сих пор вот так. Получается, вы единственный человек, у которого есть во владении, так сказать, три реки, на которых можно заниматься? Нет, нет, не так. Есть еще такие? Да, есть, есть, конечно. Просто это лучшие реки. Мы с коллегами, операторами, создали ассоциацию «Русский лосось», который занимается проблемами русского лосося. Первая проблема была, на самом деле, это закон о любительском рыболовстве. Из изначальной редакции он предполагал всем все везде можно. Это убийство, для этих рек. Кстати говоря, меня часто спрашивают, где вы больше любите рыбачить? На Харловке или на Рынде? Ну, конечно, если хочешь больше поймать рыбу крупную, надо рыбачить на Харловке и Рынде. Но настоящий нахвост – это на Рынде. Тут нету правильных течений, все кривое, какие-то пакетики, прижимки, блюдца, из которых ты должен достать рыбу. Здесь очень мелкая рыба, очень пугливая и осторожная. Есть. Вот, что и требовалось доказать. Первый заброс. Потихонечку. Александр на рыбе. Отлично. Утро начинается не с кофе, а с первого лосося. Потихонечку, потихонечку. Отлично. О, хорошая какая, хорошая. Ой, красота. Либо я кручу, либо рыба крутит. Уходит в пороги. Переходим на эту сторону. Переходи, чтобы завести ее в тихую воду. Самец. Матай, подходи ко мне. Есть. Красава. Вау. Тяжелая. Слушай, еще больше. Мамка еще больше. 93. 93 сантиметра. Обалдеть. Больше, чем та, да? Да. Сколько? 13,5 килограмм. Мамка какая. Шикарная мамка. Красотка. Вот так. Все, я ее не держу уже. Да, да, да. Поддерживаю водички аккуратненько. Да, лучше. О, о, о. Пошла родная. Кайф. Ну что? Это было невероятно. Я не знаю, с чем это сравнить, но это не похоже на обычную рыбалку, вообще не похоже на охоту, не похоже на фотоохоту. Это что-то, вообще какая-то другая философия. Я только что всплеск увидел. Уже все, глаз на это самое, наточенный. Новые эмоции. Вот однозначно новые эмоции. Если никогда не пробовали, нахлыст рекомендую. Все мне говорят, что нахлысту можно учиться всю жизнь. Ух, есть. Ух ты. Надо было отдать ему чуть-чуть, да? Да. Сошла. Хорошая рыба была. Кто это? Это был грилс. Но, к сожалению, он у нас отвалился. Но так тоже бывает. Называется кто кого. Только не сделай так, чтобы она сошла. В этот раз все должно получиться. Вот горбуша, что ли? Это горбуша. Вот такое укрытие гиды сделали для того, чтобы переждать непогоду. Так как на Кольском очень суровые условия. Может быть сильный ветер с дождем. Соответственно, это накрывается тентом. Вот насколько продумано. На самом деле, иногда такие вещи спасают очень сильно в сложной ситуации. А еще хотел рассказать, как здесь выбирается, в какое место ты едешь. То есть здесь кидают жеребий. Делятся на команды, две команды. И кому-то попадает один маршрут, кому-то другой. И за неделю мы все проходим по одному маршруту. Только часть ребят начинает идти по одному кругу, а мы по другому. И, соответственно, получается, мы рыбачим везде. И не пересекаемся друг с другом. Хорошая семга. Небольшой, но семушка. Белый-белый. И в клопах. На жаберной крышке клопа. Клопы, вы видите. Только из океана. Сейчас же главными врагами семги является вирус, которым семга болеет смертельно. Если он заводится в реке, вот когда вы у нас первый раз рыбачили, вас, наверное, попросили наступить в ванночку с раствором, помыть снасти в этой ванночке, чтобы не занести этот вирус в нашей реке, то река близко с вероятностью к 100% будет убита этим вирусом. Второе – это фермерская семга. Садки фермерские. Они строятся в море. На пути миграции семги дикой. Они болеют. В невероятных количествах разводятся морские клопы. Два-три клопа могут ее убить, которые по пути к ней присасываются к этому смолоту. Ребята, сейчас будем ловить на так называемой домашке. Место находится прямо рядом с базой. Соответственно, туда можно дойти пешком, не нужен вертолет. И здесь тоже очень хорошо клюет. То есть вот, смотрите, например, там сейчас очень много камней, меляк. Дальше идет небольшая такая ямка. Там потом опять меляк. Соответственно, здесь рыба отдыхает перед тем, как пойти дальше. О, здоровая, да? Офигеть! Все, сдается. Сдается наш гордый моряк. Еее! О, здоровый! Здоровая! Это самка? Здоровая! Обалденно! Красивый заброс, красивая рыба, Саш, молодец! Война войной, а обед по расписанию. О, какая красота у нас тут. Самый кайфовый обед. О, супчик огонь! Всем приятного аппетита! Сейчас будем исследовать низовья реки Парловки. Самая быстрая доставка, но немножко страшновато, конечно. В середине мы видим канаву, вот сейчас вот уровень воды. Стартуем отсюда и идем? Да, 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 стартуем отсюда, идем вниз. В 11.30 у нас большая вода, то есть прилив, с прилива может зайти свежая рыба. Прилив же не в реке, да? Нет, он с моря, но по большой воде заходит рыба. Он устанавливает воду, немного течения замедляется и рыбе, скажем так, более удобно заходить. Ну, погнали! Погнали! Так, первый же заброс, и у нас рыбка. Здесь дно очень опасное, круглые камни, поэтому стоять практически, ох, какая хорошая, сопротивляется. Ух ты! Огромная! Вот это огромная! Там вообще рыбина, я не знаю, за десятку точно. Смотри, обалдеть. Такой рыбе надо дать устать. Она одна из самых сильных по сопротивлению рыб за все время. То есть переходы с этой рыбы, конечно, нежелательные, но, мне кажется, нам надо немного перейти. Никакой слабины не даем. Ну, она уже давно зашла, да? Цвет у нее. Да, это резидент, зашедшая уже давно, одна из первых и уже приобретает свой преднерестовый нарядный цвет. Вот она. Как акула плавники уже показывает. Обалдеть, конечно. В целом мастерство. Не так все просто, как казалось. Одно неправильное действие, да, и рыба просто уходит. То есть нужно всегда держать натяжение, нужно подматывать. Нельзя удочку, там, угол менять, нельзя дергать. Рыба еще под водой, под водой брать ее нельзя. То есть рыба должна быть на поверхности. Все, видно, что она устала. Да, она на киль ложится уже потихонечку. Есть! Красавчик! Игорь, ты красавчик! Вот это да! Какой красивый! Атишный капа! И самец, смотри, какой нос! Муха отвалилась. Любая слабина, это гарантия того, что рыба в 99% сущий сойдет. Но в нашем случае все было сработано четко. Команда, да? Команда. Очередной трофей у нас в подсачке. Даже такой гуманный способ ловли, как нахвостом, он может травмировать рыбу иногда смертельно. А смертельно, это если муха попадает в жабры и повреждает жабру, а у семги что-то типа гомофилии, она стекает на ноль кровью. Причем она может биться у тебя там до последнего момента так, что будет рвать леску и ломать удочку, а в следующую секунду она уже умрет. Когда происходит поимка рыбы, гид определяет, выживает рыба или нет. Ежегодно мы метим рыбу порядка 200 особей. Для того, чтобы понять пути миграции рыбы, по ее вылову можно судить, взяв чешую. То есть мы сейчас будем брать и чешую, сколько она находилась в море, сколько она находилась в реке. То есть рыбья чешуя это достаточно такая интересная штука. Как ДНК у человека. Она как книга, она показывает практически всю ее жизнь. Что ж, приступим. Мы записываем все данные. Порядковый номер, река, дата, пол, вес, ее размеры четкие и место ее вылова. И плюс еще вживляем вот такую метку, которая нисколько не вредит рыбе. Но здесь также порядковый ее номер, где, что и когда можно будет собрать эту информацию, срезав эту метку с рыбы и отдав ее в институт. Игорь, как часто ловят по второму, по третьему разу с метками рыбы? Ловят рыбу достаточно часто за сезон, это порядка, наверное, 10-15%. Получается, что эту рыбу могут еще раз 10 поймать спокойно, да? Да, могут, могут. Поэтому поймал, отпусти, это очень правильный спортивный метод ловли. И именно нахлыст. Именно нахлыст, да, именно нахлыст. Нахлыстовые мушки, они не так сильно вредят. Они не вредят совершенно, да. Там очень маленькие крючочки. Маленький крючок. Иногда это даже с прижатыми бородками, то есть доставляет это массу удовольствия. И плюс это спортивно, то есть это соревнование. То есть либо ты, либо рыба, кто-то должен победить. Владимир Владимирович, а что для вас в счастье? Человек не может быть постоянно счастливым. Он может быть счастливым в каком-то моменте. Ты поймал больше всех рыб, чем другие. 100%. Ты счастлив. Отлично. Тогда второй вопрос. О чем жалеете в жизни? Я физик по образованию. Вот я жалею, что физика не может управлять временем. Ну, в общем, все. Идем переодеваться, сушить вейдерсы. Завтра летим домой. Всего у нас, получается, 12 рыб за 7 дней. Из них 3 больше 10 килограмм. Игорь, спасибо тебе огромное. Ты профессионал. Спасибо. Подарил мне просто невероятные ощущения и эмоции. Все благодаря правильному гиду. В следующем году мы все-таки возьмем перстень. Приедем за перстнем обязательно. Ну, что, ребята, на этом выпуск подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok